Некоторые жители края сегодня по разным причинам не смогли исполнить свой гражданский долг. Поэтому сделали это заранее, благодаря досрочному голосованию. Были ли допущены нарушения в ходе него, проверила специальная комиссия. О его результатах Николай Тихонов. 9 сентября в Алтайском крае завершилось досрочное голосование, которое длилось больше недели. Это позволило тем, кто не сможет проголосовать сегодня, сделать это заранее. Например, людям, занятым на производстве и уезжающим в командировку. Естественно, для того, чтобы люди могли иметь возможность проголосовать, удобное для них время, и нужно вот это мероприятие, которое сейчас, я так понимаю, в городе реализовывается. Но это мнение не только мое, я думаю, это мнение и моих коллег, руководителей предприятия и рабочего класса нашего. Для меня это очень удобно, потому что в воскресенье я планирую выезд с семьей за город. Меня в городе не будет. И это великолепная возможность для меня сегодня проголосовать, чтобы не приходить в воскресенье. Досрочное голосование в Алтайском крае шло в штатном режиме. Никаких нарушений в регионе не зарегистрировано. Более 60 избирательных участков проинспектировали члены общественной палаты Барнаула. Они отмечают, новая система, которая пришла на смену открепительным талонам, повлияла на рост явки. А это, в свою очередь, важный показатель ответственности за будущее региона. Жители определяют политику государства. Я думаю, что должны более, так скажем, быть ответственны, приходить и показывать свое мнение, отношение к курсу политическому. Я уже досрочно проголосовал, потому что сейчас уезжаю уже в командировку, спортивный, и буду отсутствовать, и поэтому досрочно проголосовал. Избирательная комиссия Алтайского края на особый контроль всегда ставит вопросы обеспечения законодательства при проведении досрочного голосования. Мы осуществляем сегодня мониторинг процедуры проведения досрочного голосования практически во всех муниципальных образованиях. Видим, что этот институт очень востребован. Накануне выборов председатель края избиркома Ирина Акимова посетила больше 10 участков. Пообщалась с сотрудниками комиссий, наблюдателями, членами комиссий от непарламентских партий, а также избирателями. Замечаний ни у одной из сторон не было. Кстати, институт досрочного голосования – практика широко применяемая во многих странах Европы. И в последнее время наблюдается тенденция роста числа голосующих до официальной даты. Например, на президентских выборах в Финляндии явка выросла до исторического максимума – 36%. Но бесспорным лидером Старого Света является Швейцария. Там голосуют заранее 9 из 10 избирателей. На любые вопросы, касающиеся единого дня голосования в крае избиркоме, готовы ответить по телефону горячей линии 36 3062. Николай Тихонов, Анатолий Фукс, Роман Хайрулин. Новости.